Привет, ребятки. Доброй ночи всем. Давайте без комплиментов, потому что я знаю, что я выгляжу ужасно, но все перед тем, к вам зайти. Так что не судите строго. Спасибо большое. Спасибо, ребятки, очень приятно. Да, если честно, я сегодня не планировала выходить в эфир, но какое-то у меня такое настроение решила перед сном к вам зайти. У меня такой релакс. Ребятки, по-моему, зависают, да? Я перезагрузила интернет, но... Спасибо большое. Спасибо, ребят. На вопрос. Вы красились для эфира? Вы накрасились для эфира? Думаю, ладно. Можно и так зайти. Так у меня что-то с интернетом. Вообще, как меня видно и слышно. Скажите мне, ребят. Нормально или не очень? Нет, Филипп Киркоров не мой родственник. Приветик всем. Ребятки, я не знаю, почему он зависает. Да, безмойка ужас. Ну да, наверное, ужас. Нет, я тоже считаю, что я ужас. А зато мне не стыдно показать себя такой, какой я есть. А вам слабо? Так. Давайте, ребят, я не знаю, что со связью. Если будет так же плохо, я попробую перезагрузить. Вот. Если нормально, то можем поболтать с вами. Спасибо большое. Ну, кто-то считает, что хорошо. Кто-то считает, что ужас. Мне не раздрелись. Спасибо большое. Спасибо. Так. Смейк-красавец. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Ну, просто с мейком мы все выглядим ярче. Мы подчеркиваем свои достоинства. Убираем недостатки. Поэтому, конечно. Спасибо. Спасибо, ребятки. Так. Ну, как от синяков избавились? Раньше вроде они у тебя были. У меня были не синяки, а мешки под глазами. Я делала всякие уходы. Айна мне помогла от них избавиться. Мне без мейка вы больше нравитесь. Спасибо. Музыка громко. Я могу выключить, ребята, даже не подумала об этом. Так, хорошо вам? Красотка, без мейка. Не обращайте внимания. Спасибо большое. Это клевое. Главное здорово, ухоженная кожа. Согласна. Это самое главное. Так. Ой, сегодня весь день я... С утра у меня была уборка. Я разбирала косметику сегодня. Вот. В общем, много чего я сегодня сделала. Потом у нас... Потом у нас был релакс. Спасибо большое. Да, у нас был релакс. Мы поплавали в бассейне. Потом сделали масочку с мамой. Вот. И я сделала увлажняющую маску. В общем, поухаживала сегодня за кожей. Вот. И на таком релаксе решила к вам зайти. Покайфовала на веранде. На свежем воздухе. На сослезку нет, не заполняла. Просто есть уходовые процедуры у косметолога, которые помогают избавиться от мешков. Я сейчас не могу точно назвать, какие, потому что я не помню. Это к вам просто нужно проконсультироваться с косметологом. Майк уже совсем из моды вышер. Теперь круто, когда девушка красивая и не накрашена. Спасибо большое. Очень приятно. Очень приятно. Хосумэс хайрин, а йо хосумэм хайрин. Так. Листаю вопросики. Красивое спасибо. Ребят, ну вы меня захвалили. Вот около часа заходите без мейка. Я тоже очень по вам скучала, ребятки. У меня эти... Это без макияжа? Да, без макияжа. Эти дни у меня была уборка. Я разбиралась в всех своих вещах. И честно, я сделала только 30%. Очень многое еще надо доделать. У дочери ноги. Спасибо большое. Бровки я просто меняла форму сама. Вот. И у меня есть неудачный микроблендинг, но он уже весь подосмылся. Спасибо большое. Очень приятно. Дома разговариваем то на русском, то на армянском. По-разному. Спасибо огромное, ребятки. Очень приятно. Спасибо большое. А косметичку леопардовую покажу вам завтра обязательно. Ну, мне сделали микроблендинг хорошо. Просто форма мне потом разонравилась. Но вы будете губы вырезать? Расскажите про них. Почему вам не нравится? Ну, потому что это уже переболело этим вопросом. И... Не знаю. Сейчас, секунду. Прям... Прошу прощения. А как ты живешь без солярия? Плохо. 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 У меня тут есть заказ на одну песню. Ребятки. Может, мы ее включим? Спасибо большое, ребятки. Сейчас мы... Включим музычку. Блин, вы говорите, что у меня нет кругов под глазами. Смотрите мои... Темные круги. Это я не вам. Это я не вам, друзья. Сейчас, секунду. Прям включу одну песню. И... И мы продолжим. Сейчас. Я тут. Сейчас еще одну песню. Я не знаю. Я похожа и на папу, и на маму. Я не знаю. Это... Та песня или не та. Когда я впервые увидела тебя, это смех. Ты мне напомнила, по-моему, сразу все. Кого я любил, с кем хотел быть вместе. Я стоял, как вкопанный. Так. Не бойтесь, что от солярия будет рак кожи, боюсь. Рак у нас может быть не только от солярия. Угу. Эльта. Так. Так, представил вопрос, который я пропустила. Губы не колю вообще. Последний раз колола много-много лет назад. Фатимка ко мне приедет на днях. Сейчас она дома. Вы такая милая, без косметики такая девочка или 24-25? Да. Старость, не радость. Держимся как можем. Да, друзья? Так. Листаем. Ну, ну, здравствуйте. Пожалуйста, поделитесь своими мыслями. Живу с мужем. Все нормально. Хочу другого человека. Хочу просто как мужчину. Мужик, не хочу изменять. И ходить к тому мужчине тоже не хочу. Ну, ребят, я, честно, не понимаю людей, которые живут с теми, кому душа не лежит. Блин, ну, живем один раз, и времени, по сути, очень мало. Время очень быстро проходит, и, не знаю, тратить его на нелюбимых людей, на тех, от кого хочется уходить, с кем вам неуютно, некомфортно. Мне кажется, это грех большой. Вот. Лучше слушайте свое сердце и не бойтесь делать какие-то шаги в своей жизни. Может быть, это и к лучшему. Зато ваша душа и ваше сердце будет на месте. Я никогда, например, не могла бы пойти против своего сердца, потому что, блин, ну, все в жизни временно. И материальные блага, и какие-то эмоции, и все. Вечно только вот то, что мы ощущаем внутри себя, вот эти чувства, да, к своей семье, в данном вопросе, к мужчине. Вот. И, представляете, всю жизнь жить и задаваться вопросом, аж как бы было бы, если бы там я была с ним. А как было бы, если бы я решилась и сделала бы так. Вот чем всю жизнь задаваться этим вопросом, нужно пробовать. Жизнь на то и есть, чтобы стараться, пробовать, чтобы ваша душа была на месте. Я вообще всем желаю девушкам, девочкам, всем, кто смотрит, да и вообще, чтобы вы были с теми, кому лежит ваша душа. Это так ценно и так важно. Вот. Вот это так ценно. Это редко бывает, и это очень круто. Правда. Не нужно никогда менять... Менять чувства, настоящие, живые, на какие-то предрассудки. Так. Кто песенку заказал? А что? Спасибо большое. Если парень не ехал бы с людьми в другой город отдыхать, у меня не отпускает родители. Он должен был остаться со мной? Во-первых, скажу так, никто никому ничего не должен, и это уже идет от желания. Если у мужчины есть желание поехать с друзьями, нет желания остаться с вами, это как бы, ну, один вопрос. Ну, все зависит от ситуации, на самом деле. Но, например, меня не задевают такие... Ну, меня не задевают такие моменты. Я, в принципе, спокойно отношусь к выбору человека. Как забыть человека? Как забыть человека? Я не смогу вам посоветовать, честно, как забыть, потому что не знаю, что у вас произошло, не знаю, какие у вас чувства. Вот. По какой причине вам приходится его забывать? Спасибо, но я люблю своего мужа, это просто гормоны. Вы знаете, я не хочу быть категоричной, не хочу вас обижать и расстраивать, но подобное я не считаю любовью, если честно. Если, извиняюсь, если я люблю человека, я никогда в жизни не смогу подумать о ком-то другом. Я никогда в жизни не смогу желать кого-то другого. Для меня это не любовь. Я не верю в такую любовь. Извините, но... Ну, вот, не знаю, наверное, я так воспитанная, или, наверное, вот, у меня такие нормы. Да, я телец. Ну, просто все друзья наши туда уехали, а я осталась тут одна. Он же мог остаться со мной, безумно обидно. Ну, вообще мог. Но это не причина, если честно, чтобы там обижаться. Так, сейчас, ребятки. Блин, не могу на себя смотреть, я как будто бы с буду, но она к вам зашла. Убивают бабы, которые говорят, что любят, но при этом хотят других. Вас расстроить, когда вы любите, вы хотите только его. У вас не любовь, не раскидывайте с такими словами. Ну, вот, я просто не хотела обижать девочку, потому что у всех своя психология отношений, и я не вправе судить никого. Но, если говорить от себя, то я тоже не понимаю такой любви. Для меня любовь, она, это нечто святое. И если уж я люблю, то все, это мой выбор раз и навсегда, и я никогда не отступлю, и уж точно не буду думать и засорять свою голову с другими людьми. Мне просто не захочется это делать. Вот. В судьбу верите? Верю. Да. Но, если 32 года уже не так не встретила человека, есть страх, что не встречу. Нельзя так думать. Вы знаете, встречаешь человека в самый неожиданный момент, именно тогда, когда не ждешь. Поэтому мой вам совет, просто отпустить ситуацию, расслабиться. Жизнь сама все сделает за вас. Ваши глазки блестят, спасибо. Нонна, вы очень мудро отвечаете. Спасибо большое. Спасибо. Я стараюсь просто быть с вами максимально искренне, говорить то, что у меня в душе. Поэтому жду ваши душевные вопросы. Ну, навстречалась год с парнем, у него оказалась жена. Вы знаете, я не понимаю, как можно год общаться с мужчиной и не понять вообще положение дел, если честно. Не знаю. Мне кажется, такое время любить. Любви нет. Есть страсть и привычка. Ну, я поспорю с вами. Любовь есть. Страсть, привычка. Это просто в большинстве случаев, наверное. Потому что сейчас все поменялось, и ценности у людей поменялись. И женщинам нужно от мужчин такие, знаете, какие-то приземленные вещи. Мужчинам от женщин тоже. Все, в принципе, сейчас по расчету. И просто так ничего... Просто обычных эмоций и обычных живых чувств, как были у наших мам и пап, сейчас очень мало. Но они есть, правда. Они есть, и они встречаются. И просто не всем, наверное. Не всем, наверное, везет. Не знаю. Но я искренне всем желаю почувствовать это, потому что это круто. В этом и есть смысл. Всего. Вас так человек радует, который пишет. Так приятно смотреть. Меня радует каждый человек, который пишет у меня в эфире. Я тоже верю в то, что судьба сама все сделает. Человек без пары не рождается. Все в жизни не случайно. Каждый момент приводит нас к тому, что должно быть. Согласна полностью. Я считаю, что у каждого есть своя половинка в этом мире. Просто нам, боженька, дает шанс ее найти. И либо мы этим шансом пользуемся, либо мы его теряем. Поэтому во многом от нас тоже зависит, ребят. Дальше читаем. Из психологии посоветую Лобковского прочитать. Мне нравится его рассуждение. Вот так. Спасибо. Спасибо большое. Ну, здравствуйте, а если бы не родили Милану, переживали бы, что 29 нет детей? Нет, я бы не переживала бы, потому что всему своё время, но я позаботилась об этом. Так, спасибо большое, сегодня получилось столько комментариев, директ и приятных сообщений про Миланку, девочки, мне на самом деле очень приятно, вот, она стала у меня, знаете, такая прям активная, танцует весь день, я стараюсь её так снимать для вас, неожиданно. Вот, чтобы вы увидели, какая она растёт, смешная. Очень ждали ваш эфир. Ребятки, если честно, я его не планировала, потому что обычно я стараюсь предупреждать, вот, точно я стараюсь предупреждаться, вот. И сейчас у меня не получилось так делать, потому что я не планировала сходить. Но завтра, или, может быть, послезавтра, я обязательно вас предупрежду, прежде чем заходить, и вообще ко мне собирается Фадима, мы вместе будем ко вам заходить. Какая булочка вкусная без мейка, точно, булочка. Нет, не говорили. Как ухаживаете за кожей лица? Очищаю тщательно. Сыворотка увлажняющая, крем. Ну, стандартные какие-то моменты. Да, всё правильно, Михаил Лобковский. Так, с вами кто-то есть рядом? Нет, я одна в комнате. Давайте, ребятки, я жду ваш интересный вопрос. Вот. Нет, с Элинкой эфира ещё не было, мы никак не состыкуемся. И как только мы решим по поводу эфира, я вам скажу. Спасибо большое. А чего вы взяли, что я отвлекаюсь на сообщение от мужчины? Я не понимаю, что за слежка. Сколы не калю. Мистерапию делала давно. Спасибо большое. Нет, Элинка ещё не была. Хер, блин, лучше. Нет, нарученные волосы не померюсь, нет. Также это хорошо и в неплохом смысле нет. Я не отвлекаюсь на мужчин. Спасибо. Свои волосы чуть ниже плеч у меня. Девочки, по вопросам цен пишите на рабочую страничку, там мои сотрудницы вам ответят. Как вы относитесь к межнациональным бракам? Хорошо отношусь, нормально отношусь. Я за любовь. Ну, ну, ты такая красивая. Какая красивая? Спасибо. Любимая процедура косметолога. Уход, наверное. Будет ещё эфир из Кристины Сафроновой. Посмотрим, не знаю. По ситуации. На шее у меня амулет мой. Ребятки, какие-нибудь интересные вопросы обсудим с вами. Если вы не против. Ну, на сослёзку я колола очень-очень давно, но никакого эффекта я не увидела, и поэтому перестала колоть. Да, спасибо большое. Балкон красивый в вашей комнате, а он в холле. Ну-ка, да. Выходишь из моей комнаты, он в холле. Нет, Милан, не надо сейчас. Тебе же спать пора. Сегодня снимать не надо больше. Ваши голос убивает всегда мои стрессы, клянусь. Спасибо вам такую энергетику. Неприятно. И вам спасибо. Так. Богом поцелованное. Спасибо. Носослёзку. Что? Носослёзку. Про насослёзку я уже ответила. Да, я живу с родителями. Не хочу жить отдельно. Да, любила. У меня дом. Сейчас я нахожусь в доме. Вижу, что вам скучно в эфире. Вижу, что всё неинтересно вам. Вы сами задаёте тон разговору. Тему начните. Хотя бы темку. Уважаемый Татьяна, я не знаю, по каким критериям вы меня судите, скучно мне или весело. Но как бы в 23.51 не очень хочу поясничать. У меня такое романтичное настроение. Гармоничное. Поэтому я жду от вас вопросов, так как я захожу в эфир, чтобы вы задавали мне вопросы интересные, о чём вам хочется поговорить. И, возможно, вас Татьяна тоже что-то беспокоит. Я могу с вами тоже поговорить на какую-то интересную тему. Так что я разрешаю вам тоже задать мне вопросы. Инъекции. Инъекции. Уходы я делаю. Чаще всего я стараюсь делать уходы в последнее время. Ну, до всего этого. Так. Каких странах бывали? Я была. В Китае. В Доминикане. В Турции. На Мальдивах. В Дубае. Боже, где я ещё была. И, ну, в Армении понятно. Мерси, шат. Липосакцию не делала, слава богу, пока мне рановаться с этим. Но, возможно, после карантина мне она уже понадобится, вы знаете. То есть это вполне возможно. Я почему говорю, давайте поговорим на какую-нибудь... Чего не подкрасилась? Да чё-то как-то не склеилось сегодня. Извините, что зашла к вам вот так. Так вот. Я почему говорю, чтобы вы мне задавали какие-то интересные темы? Потому что если тем нет, ребят, вечный вопрос. Нос, губы, зубы. Не знаю что. Поэтому, чтобы мы не сидели и на одно и то же я вам не отвечала, мне кажется, можно было задавать какие-то темы. Если бы сейчас полетели отдыхать, то куда? Ой, хоть куда, ребят, если честно. Хоть куда. Но вы часто плачете. Вы знаете, в последнее время я, если даже честно, не помню, когда я в последний раз плакала. Слава богу. Я не помню это. И надеюсь, что пока... А нет. Я плакала недавно. Да. Но это продлилось пару секунд. Спасибо, спасибо, что ты без косметики красивая. Спасибо. Вы не отвечаете на вопросы про лицо, что делали, какие процедуры, какие операции. Девочки, вы понимаете, это не мой... Это не первый мой эфир. И я столько раз уже отвечала и по поводу ринопластики, и по поводу губ, и по поводу лица в целом, что просто уже устаешь об этом разговаривать. Я бы с радостью, с радостью каждый день бы вам рассказывала, но, блин, реально иногда хочется просто поговорить о чем-то другом. Ну, правда. По мужчине плакали? Нет, не по мужчине плакали. Да пусть мужчина плачет по мне. Так. Просто, знаете, мне просто иногда хочется, вот, честно, разговаривать на какие-то душевные темы, что ли. Ну, вот мне это просто интереснее, на самом деле, нежели вот рассказывать вам про то, как я поменяла форму носа, и какая я молодец, и как круто колоть это или колоть то. Это все понятно, мы это периодически с вами дозированно обсуждаем, но постоянно об этом говорить, ну, блин, это ограниченность, мне кажется. Ну, как думаете, какую сторону карантин повернет модной тенденции? Ой, я не знаю, если честно, все смешалось просто. Я уже даже не знаю, когда это все возобновится, и когда мода снова будет функционировать в прежнем режиме. Так. Ну, ты не имеешь права мне отвезти Милану в модную студию. Я сама хочу, девочки. Я планирую отдать ее вот прям профессионально, потому что в ней есть это на самом деле. И вот эти вот бесконечные ноги не дают мне покоя. Ты бы смогла взглянуть отношения с бывшим, или прошлое остается в прошлом? Прошлое остается в прошлом. Так. Это вы знаете, как встать на грабли, и вот они тебе херахнут по роже, и ты вот пойдешь погуляешь, а потом вернешься и опять встанешь на те же грабли, чтобы они тебе еще раз по роже дали. Вот это то же самое. Так. Спасибо большое. А не от больших, а не от больших, от комплексов девушка так сильно меняет свое лицо? Как у вас с комплексом? Вы себя считаете уверенной с себя девушкой? Ну, не могу сказать, что я прям жесть какая уверенная, прям такая вся, знаете, нет. Но я также считаю, что это не из-за комплексов. Это просто есть люди идеалисты, есть люди, которые постоянно стараются улучшить то, что они видят в зеркале, довести все, так скажем, до идеала, чтобы им было комфортней. Не могу сказать, что это прям закомплексованные люди. Я также не понимаю людей, которые вот кричат о естественности, при этом с жуткими заломами на лбу, там, не знаю, с потрепанным лицом, как будто бы через мясорубку пропустили. С неухоженными, неухоженными, там, зубами, с, там, неухоженной кожей, обросшими бровями и так далее. И что они сидят и говорят про естественность и про то, что они все это не понимают, все это не любят. Ну, не знаю. Нет, я или политики не делала в лицо. Ну, а на сегодня встретилась с сестрами, разговаривали о вас, будто мы уже сто лет с вами знакомы. С уверенностью могу сказать, что вас любят все. Вы знаете, как для меня это ценно и как мне это приятно. Правда, спасибо вам большое. Ну, для кого-то комплексы, а для кого-то это просто развитие, в лучшую сторону. Ну, я понимаю, о чем вы говорите, просто здесь другой вопрос. Здесь есть люди, которые, например, вот, которые спокойно относятся к таким вещам, которые, вот, если у него, там, горб на носу, да, или если, там, вместо губ, там, предположим, бритва, человеку комфортно, человек нормально себя ощущает и, как бы, его все, в принципе, устраивает. Есть такие люди, которые просто равнодушны к этому, равнодушны к внешности и так далее. Я не равнодушна к своей внешности. Я хочу видеть себя такой, какой, вот, мне хочется себя видеть. И я никогда в жизни не буду, я не знаю, как, вы можете называть это как угодно, можете называть это комплексами, можете называть, как хотите, но если ты стараешься сделать себя лучше, я не вижу в этом ничего плохого. Когда многие начинают критиковать девушек, которые там что-то в себе изменили, блин, ну, не суди, да не судим будешь. Я знаю очень много девочек, которые изначально говорили о том, что ой, нет, ой, никогда, ой, да никогда. А потом, когда у них появлялись возможности сделать ту или иную операцию или тот или иной момент, чтобы изменить свою внешность, потому что мы все прекрасно знаем, что это стоит денег на сегодняшний день. Как только у них появлялись эти возможности, они быстро бежали и все это делали. Вот, поэтому никогда не нужно зарекаться, и каждому своё, это выбор, выбор каждого. А не лучше ли внутреннюю жизнь развить? Ведь когда женщина уверена в себе изнутри, это королева внешние улучшения без внутренней уверенности и гроша не стоит. Я вам скажу такую вещь, я не знаю, может быть, вы в курсе или, может быть, вы не в курсе, я говорила это в предыдущих своих эфирах, я считаю, что наш внешний вид напрямую связан с нашими ощущениями. И когда женщина видит себя такое, какое она хочет себя видеть, когда она меняет себя в лучшую сторону, её походка меняется, её тембр голоса меняется, её настроение меняется. Я просто сейчас говорю вам по себе, если у меня что-то меня не устраивает, и я это исправляю, я тут же, вот, моё эмоциональное состояние меняется, то есть мне становится комфортнее, у меня лучше настроение, когда я нравлюсь себе в зеркале, и, соответственно, появляется уверенность в себе. Одно, вот, они полностью с собой, друг с другом взаимосвязаны. Поэтому здесь вот они не смогут одно без другого, понимаете? Нельзя быть уверенной, когда ты там не нравишься себе, ты не сможешь. Если ты знаешь, что у тебя кривые ноги, ну, это нехороший пример, если ты там знаешь, что у тебя, не знаю, там, кривой нос, ты с такой уверенностью не будешь фотографироваться в амфаст. То есть ты будешь стараться брать, там, какой-то профиль или ракурс, чтобы тебе было комфортней. А когда ты знаешь, что он у тебя прямой, тебе уже всё равно, ты уже такая вся, со всех ракурсов прекрасна. Поэтому, поэтому, девочки, в этом нет ничего плохого. Хотите, меняйтесь, не хотите, если вам комфортно. Главное, чтобы вам было комфортно и вам было в кайф. Я христианка, друзья. Я армянка, если вы об этом спрашиваете, о национальности. Вот по вам видно, что вы внутренне неуверенная. Вот вы могли бы одеть простое платье, поехать на такси, на свидание и чувствовать себя королевой. Это вопрос? Ну, я не знаю, может, вам видно, что я неуверенная, но я, если честно, на первый раз в жизни это слышу. Вот. Но, может быть, не знаю. Но я не поняла насчёт сесть в такси и поехать, куда я должна поехать. Так. А на грудь бы сделали, если бы не устраивало? Сделала бы, если бы не устраивало. Я родилась в Армении, в городе Кировакан. Я не буду никого блокировать. Ребят, меня не задевает то, что говорят люди. Сколько людей, столько и мнений. Я не против. По вам видно, что у вас полная гармония с собой. А это самое главное. Вы не завидуете, не критикуете, не осуждаете. А это стопроцентно уверенность в себе. Вы знаете, я согласна с вашим убеждением касаемо того, что если человек находится в гармонии с собой, если его устраивает его жизнь, его внешность, в принципе, ему всё равно на все внешние факторы и на всё то, что говорят люди вокруг, и на их мысли. Вот. Поэтому, если честно, я готова выслушать каждого. Мнение каждого человека для меня имеет место быть. Я и для этого и захожу в прямой эфир, чтобы видеть, что вы говорите, читать. Вот. И не буду блокировать. Мне не нужно, чтобы все сидели и хором меня хвалили. Понимаете? 24 на 7. Я также хочу слышать и другую сторону. Вот. И я готова её слушать. Конечно, не могу, не буду врать. Мне может быть обидно, мне может быть неприятно. Да. Как и любой девочке, когда говорят что-то не то. Но уже, наверное, я просто осознаю, как бы я понимаю, что я разумный человек, я вижу себя в зеркале, я понимаю свои плюсы, понимаю свои минусы. Вот. Поэтому, как бы, ну, тут что бы человек ни сказал, это уже не имеет значения. Это просто является его личным мнением. И всё. Я могу его выслушать, могу его не выслушать. Так, ребятки, я не все вопросы вижу. Так. Мне 29 лет. Чтобы лицо было худее. Или политики, наверное. Но я их не делала, потому что у меня, в принципе, само по себе строение лица такое. Так, листаю вопросы. Да, стараюсь больше видео вам кидать с Миланом. Мне ещё не завалили просто директ в том, что снимаете побольше, буду обязательно стараться это для вас делать. Так, а поверь, если рассматривать, не грех, не грех менять в себе то, что создано Богом. Всегда думаю об этом. Не могу никак решиться, что это поменять. Хотя очень хочется. Вы знаете, это, опять же таки, я повторюсь, это выбор. Это ваш личный выбор. Так. Какого мужчину вы бы полюбили? Какого мужчину я бы полюбила? Наверное, который предназначен мне судьбой, и, наверное, я пойму сразу, что это он есть тот самый. И это будет сложно описать словами, наверное, это нужно будет чувствовать, что это твой человек. Ну, я так, знаете, поверхностно вам ответила, не буду углубляться. Миланна у себя в комнате. Что значит откуда? Какие богатства? Клада я еще не нашла. Как найду, вам сообщу. Так. так. Ай. Сколько раз вы смертельно разочаровывались? Чтоб, если говорите смертельно, один раз. Так. Ну, ну, вы первое влюбляетесь или влюбляетесь в отношения к себе? Я не могу ответить на этот вопрос, не знаю. По-разному. Ну, хотя я могу сказать, что я влюблялась много раз в своей жизни. Любовь это вообще такое, знаете, высокое чувство, которое нужно понять. И, наверное, я его не понимала раньше. В чем сама суть любви? Ну, я давно хотела вас спросить про развод. Вы были инициатором или получили то, что хотели, освободились. По идее, должны были кайфовать. Почему стало больно, произошла депрессия? Не знаю, что получить и от чего кайфовать. Я, собственно, от человека ничего не получила. Все, что у меня есть, я создала сама с помощью своих двух рук, своего мозга. И, конечно же, рядом мои родители до сегодняшнего дня. Всегда были и будут. Вот. Что касается депрессии, депрессии, я могу сказать, почему у меня была и нервное состояние, потому что я воспитана очень консервативно. И на тот момент для меня развод был очень сложным этапом, очень таким, знаете, к которому я, наверное, не была готова и моя семья не была готова. Для меня это был большой, колоссальный стресс. Вот. Но я ни в коем случае не прижала от того, что вот, что я буду без него делать. Нет, я просто думала, что как так в моей жизни случилось, что вот я не смогла, да, не смогла именно правильно, правильно распределить, наверное. в общем, я не смогла правильно сделать выбор и ошиблась. И, в общем, это меня терзало. Вот. А именно мое решение, я считаю, до сегодняшнего дня я ни о чем не жалею, считаю его самым правильным, который я могла вообще принять. Так. Так. Нет, девочки, любовь-то прекрасное, прекрасное чувство. И это круто. Ощущать это и жить с этим, поэтому не бойтесь любить. Главное, чтобы любовь была взаимная и искренняя, чистая. да, дочка общается с отцом. Просто Нонна богатые родители, поэтому у нее все так легко и круто. Вы, наверное, новичок в наших эфирах. Я очень много раз рассказывала все касаемо моего материального положения на сегодняшний день. Слава богу, мне повезло с тем, что у меня родители помогли мне во многом, поддержали меня. Но на сегодняшний день все то, что у меня есть, я заработала сама. И я понимаю, что иногда не хочется в это верить. легче сказать, что человек там, не знаю, подарили, муж бывший сделал, не знаю, там, хахаль сделал, родители сделали. Все, что угодно хочется сказать, лишь бы оправдать, например, какую-то свою несостоятельность в этой жизни. Если ты не смог, значит, почему, как она могла, как она смогла. Нет, ей помогли, ей все сделали. Нет, ребят, я не буду, я вообще не люблю себя хвалить, честно, я не люблю себя хвалить, я считаю, что это неуместно, это неправильно, это невоспитанно, я бы так сказала. Но я могу сказать одно, что я никогда не ждала ничьей помощи, я никогда не ждала ничьих подачек. Я полностью уверена в себе и знаю, что я лучше любого мужчину и могу встать на ноги в любой момент с самого нуля. Это не раз у меня было, когда были и падения, и все, что угодно. И могу сказать с уверенностью, что на сегодняшний день я считаю, что я что-то из себя представляю и сама себя сделала. вот так. Ну, вы тоже сейчас судите, понимаете, сейчас у всех все складывается по-разному. Нельзя сказать, что если ты там будешь сейчас... Нужно просто работать головой, понимаете? И я понимаю, что бывают такие моменты, что не у всех выстреливают, не у всех получается оказаться в нужное время, в нужном месте. Здесь, понимаете, здесь не только, наверное, вот это вот... здесь определенное время. Например, в разном бизнесе я всегда придерживалась такого мнения, что в разном бизнесе есть время, когда можно выстрелить. Потом бывает это уже неактуально, потом бывает это, когда вот ты, если вот в самый пик ты смог в этом, так сказать, знаете, смог выстрелить, то все, окей, ты в теме. А когда, понимаете, ты сидишь, думаешь, ты сидишь, блин, как же будет, как же это? И когда этот момент проходит, этот этап проходит, потом уже может быть просто поздно, и когда это уже неактуально, когда уже тысяча человек этим занимаются, и бешеная конкуренция, и ты все. То есть нужно просто знать момент, когда выстрелить, вот и все. Просто не у всех получается в этот момент попасть. Так, вам изначально помог папа деньгами хорошими. Можно спросить? Вы сидели с ним, наверное, пересчитывали эти деньги, да, что вы прям так уверенно говорите. Да и вы знаете, я скажу вам одну такую вещь многим, кто пишет здесь о том, кто там мне что дал. Вы знаете, мне совершенно не стыдно. Мне совершенно не стыдно говорить о том, кто мне что подарил. Тем более мой отец. Мы одна семья. Все, что мы сегодня зарабатываем на сегодняшний день, у нас приходит в, так скажем, в один котел. У нас нету мое, твое, папина, дядина. то есть у нас есть семья. Мама, папа, я, брат. Вот у нас семья наша, мы все работаем для одного, для нашего общего блага. И мне не стыдно сказать, что там, да, мне машину подарили родители, папа подарил. Мне не стыдно сказать. Но мы не сидели, не считали, понимаете. Так, подождите, вот тут вот столько денег положила ты, а столько денег вот положил я, у нас как бы общий бюджет, общий счет, так скажем. И кто на что тратит, кто что покупает, кто что друг другу дарит, никто не считает, кем был заработан этот рубль, а кем был заработан другой. Поэтому, пожалуйста, я не знаю просто с каких вы семей те люди, которые, ну, разделяют родителей и детей. Это, наверное, просто разная ментальность у нас. И в силу этого вы не сможете, наверное, меня понять, потому что вот нашей семье так принято, когда все общее и нет слова это твое, а это мое. Ну, это просто, я понимаю все, я честно понимаю, это просто у нас разный менталитет, и поэтому иногда просто люди могут не понять вот этих моментов, поэтому, собственно, я это пытаюсь донести. Так. Да, давайте, ребят, я не знаю, почему у нас прямо ушло в такое русло. спасибо большое. Спасибо большое. я желаю, я желаю всем детям на земле иметь таких родителей, которые помогут дать старт своим детям. да, я тоже буду всеми силами стараться, чтобы я могла сдать старт своей дочери, чтобы она как можно меньше мучилась, чтобы она, ей было все намного легче. Вот. Также я знаю очень много людей, которые вкладывают, вкладывают, вкладывают человека, толкают, толкают, но он до сегодняшнего дня ничего не может сделать, ничего себе не представляет. Такое тоже есть. Поэтому здесь очень многое зависит от человека. Сколько бы ему не помогали, если ты пень, ты пнем и останешься. Вот и все. Я дарю тебе всю свою жизнь, а даю тебе все так. Все так тебе не ругайтесь, ребят. Просто иногда нужно уметь оправдать ожидания своих родителей. Тогда никогда не будешь чувствовать себя перед ними в долгу. Верните, Артема высказал. Солик, привет. Слушай, мы его не держим. он сам не едет в город. Полдня спит. Не знаю, можно было это говорить или нет. Вы большая молодец, но вы реально добились многого. Очень воспитанные. Спасибо большое. Так. Может, поговорим о верности и любви, девочки? Давайте, девочки, поговорим о верности и любви. Он меня месяц завтраками кормит уже. Слушай, ну, он обленился, если честно, за это время этого карантина. Он только ест и спит. Мне кажется, он просто боится, что, понимаешь, колеса его машины не выдержат его, чтобы в нее сесть. Потому что у него там нормальный килограмм плюс. Сколько богатых родителей и дети растут мажорками, а есть семьи и родители, которые правильно воспитывают свои детей и дети сами добирают своих целей, несмотря на достаток. Согласны. Согласны с вами, должны просто быть у человека мозги. Что? у меня шейка затекла. Кик, у тебя зимки у меня запутались. Волосы после посадки. Я понимаю, почему считается стыдным сказать, что там семьи друг друга поддерживают. Это как-то позорно или я не знаю, что в этом плохом. знаете, я даже вам больше скажу, я бы очень хотела, чтобы мне Бог помог так, чтобы мой муж вообще сказал мне сиди, отдыхай, ничего не делай. Понимаете? То есть моя работа была бы просто моим хобби. Не так, что, знаете, я как пионер бегу вперед, что нет, я должна работать, я там, я не против, чтобы кто-то за меня что-то делал. Просто вот так сложилась жизнь. Мне просто повезло, что я занимаюсь тем, что мне нравится, и то, что я люблю, и это мне доставляет колоссальное удовольствие. я очень с, так скажем, с большой любовью это все делаю. Я не знаю, что за хипиш. Знаете, вот я вообще не считаю немножко неуместным обсуждать вопросы, которые по-разному могут интерпретироваться, потому что у нас разный менталитет, друзья. Спасибо большое. Так, давайте я уже, начну блокировать те, кто сбивает наш эфир, не дает. Сейчас я заблокирую ребят. Все. Я заблокировала по вашей просьбе. Если честно, я увидела от нее два вопроса и даже не стала нас считать, но раз вы говорите ее заблокировать, я ее заблокировала, друзья. Чтобы вы не ругались, мои пупсики. допустим, я после того, как с вами познакомилась, начала делать фэшн-зарисовки, тоже далась целью открыть свое дело, постимулировать людей и меня в том числе. Знаете, самый приятный комплимент, который может быть для меня, стимулировать кого-то на какие-то совершения, это круто. Папа, может, ты дал денег на стаито, раз...